Первый высокогорный пробег на призы лучшего жакея России, Морзобека Капушева, состоялся в Карачево-Черкесии. Всадникам нужно было преодолеть непростой путь в несколько километров за определенное время. О том, чей четвероногий друг оказался выносливее, быстрее и опытнее, расскажет Алла Качиева. 43 всадника из разных регионов юга России на Гумбаши. Именно здесь находится точка старта. Гумбаши находится на высоте 2187 метров над уровнем моря и является самым высокогорным перевалом в России, по которым проложены автомобильные дороги. Проскакать на лошади по горной местности несколько километров – задание не для слабых. К тому же, не только всадник, но и четвероногий друг должны быть хорошо подготовлены. Маршрут пробега проложен по гористой местности и включает в себя участки с различными типами грунта. За полтора часа всадники должны преодолеть труднодоступные перевалы, переправы через горные реки, переходы по населенным пунктам и заболоченные места. Конно-спортивные соревнования на призы имени лучшего жакея России Морзобека Каппушева, организованные фермером из Верхней Мары Ханапи Алчаковым, проводятся первый раз. Конный пробег ради Морзобека, что он всех нас гордость, обрадовал нас за него. Мы решили благодарить его, чтобы подростки, которые растут, тоже пример взяли с него. Участники пробега отнеслись со всей серьёзностью к соревнованиям – 33 километра за полтора часа. Самый высокогорный конный пробег в Крачаевском районе собрал десятки любителей этого вида спорта. В горах погода очень непредвиденная и переменчивая. В день пробега то спускался плотный туман, то появившееся весеннее солнце сменялось обильным снегопадом. Но и это не могло быть помехой для настроившихся на победу скакунов. Десятки любителей конного спорта в ожидании. Преодолев 30 километров, участники пробега будут финишировать здесь, на Покунсурте. В итоге первым на Плата Покунсурт с прекрасным видом на Эльбрус прискакала англо-карачаевская лошадь Дубай под седлом уроженца Кабардино-Балкарии Дагипа Хитиева. Ему и вручили денежный приз размером в 200 тысяч рублей. Пять тренировок. На втором месте Арсен Лепшоков из аула Козыл-Октябрь. Ему достался жеребец карачаевской породы 35 тысяч рублей. И на третьем Рамазан Шайлиев из Марайоды, выигрыш которого составил 25 тысяч рублей и баран карачаевской породы. Большинство участников пробега – молодые ребята и четыре девушки. Наравне с ними свои силы решил испытать и 68-летний житель Сочи – Карапет Милостян. Конечно, молодёжь надо заинтересовать и их дух поднять, чтобы они продолжали их недельские обычаи. А самому виновнику торжества – Мурзабеку Капушеву, в честь которого проводился данный пробег, организаторы преподнесли Коран, Бурку, Шапку и Барана. Как отмечает лучший жакей России, участники достойно прошли дистанцию. Принцип, конечно, один и тот же соревновательный дух. Все хотят победить, выиграть. Ну, просто правила разные немного. Здесь надо беречь коня, чтобы всю дистанцию проехать. Там где-то что-то не так могут снять с участия, если лошадь неправильно дышит. А у нас это уже смотрят после скачки. Андрей Преттенчинский из Новосибирска уже несколько лет разводит карачаевских породистых жеребцов. Сегодня с удовольствием принимает участие в празднике. Я с детства люблю лошадей. А когда-то так случилось, что познакомился с моими друзьями, с карачаевскими, с Рамазаном, Алчаковым. И полюбил эту породу очень. И она мне очень нравится. Я считаю, это, наверное, одна из лучших пород. В республике Алтай у нас горы. Природа похожая на эту. И эти кони очень нам подходят. Это выносливые, сильные, очень надежные, верные друзья. Развитие и популяризация карачаевской породы лошадей, конного спорта, здорового образа жизни, сохранение и возрождение лучших традиций горцев – главная задача организаторов. Что замечательно, вот сейчас молодежь, молодежь стремятся иметь коня. Не машину, а коня стремятся. И они сами дети, вот подрастающие поколения, они выращивают кони, ухаживают за ними и стараются достичь высоких таких мест на соревнованиях. Это же хорошо. Алла Качиева, Анна Сокол, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район.